Здравствуйте! В эфире ежедневная информационная программа «День города». На ваших экранах Марина Комиссарова, мои коллеги, расскажут о главных событиях среды. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Традиционный забег Татьян. День студента в училище ВДВ объединил порядка 400 человек. У природы нет плохой погоды. Существует ли метеозависимость и на кого влияют резкие перепады температур? В Рязани стартовал чемпионат МВД по самбо. Чемпионы мира и Европы, призеры престижных международных турниров выйдут в ближайшие дни на ковер. Указ президента России номер 76 от 25 января 2005 года о Дне российского студенчества официально утвердил профессиональный праздник российских студентов. Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, и Татьянин день стал официальным университетским днем. В те времена он назывался днем основания Московского университета, и с тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя Татьяна в переводе с греческого означает устроительница. Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенты как устраивали широкие гуляния более 100 лет назад, так и в 21 веке предпочитают отмечать свой праздник шумно и весело. Зимние забавы – залог здоровья и отличного настроения, особенно когда сессия позади, а вся Россия отмечает День студенчества. В свой первый профессиональный праздник, который объединяет будущих врачей, юристов, педагогов и строителей, студенты встретились, чтобы узнать, кто из них самый ловкий и задорный. День студента – это праздник, это веселье и осознание, что ты уже взрослый, если это первый год для тебя. Все как-то так по-домашнему, весело, задорно и круто, что хочется каждый год, каждый год оставаться, ну вернее всю жизнь оставаться студентом, отмечать этот праздник каждый-каждый год. Я первый раз на таком празднике, очень нравится, очень прикольно. Бодро, ярко, хорошо, классный праздник. Всего в регионе в честь Дня студента запланировано более 50 мероприятий разного формата, в том числе старт звездного похода, который отправится по местам трудовой и боевой славы в 45-й раз. Центральной же площадкой праздника ежегодно становится один из ведущих вузов Рязани. В этот раз гостей встречало Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Сегодня здесь собрались лучшие студенты региона, сильные, целеустремленные, креативные, можно сказать, актив нашей рязанской молодежи. Около 400 студентов высших и средних специальных учебных заведений были разделены на 18 команд. Организаторы подготовили для них более 20 заданий, среди них катание на санках, бег со связанными ногами и многое другое. Но открыл спортивную часть праздника традиционный забег Татьян. Татьяна Ефремова участвует в нем уже второй раз и дважды приходит к финишу первой. Я просто вообще занимаюсь спортом, занимаюсь танцами, вот поэтому, наверное, как бы все логично. После индивидуального этапа команды сражались в групповом. На каждой станции нужно было выполнять задание и получить отметку в путевом листе. Команда с наивысшим результатом станет лучшей из лучших и унесет с собой заветный кубок. Но главное все же общение и новые знакомства, которые в этот день здесь нашел каждый. В Рязани сегодня стартовал чемпионат МВД России по самбо. На турнир приехали полицейские спортсмены из более чем 70 команд со всей страны. Среди участников – чемпионы мира и Европы, призеры престижных международных и всероссийских турниров. На ковер в эти дни выйдут 25 заслуженных мастеров спорта и 50 мастеров спорта международного класса. Наш корреспондент Алена Куколева увидела открытие чемпионата изнутри, узнала, насколько важен этот спорт в жизни полицейских, а также проверила приемы самообороны на себе. Вы к нам приехали с Бурганского соревнования. Да, начальник отдела экономической безопасности против действия коррупции. В какое место планируете занять? Ну, как всегда, в жесткой середине, ближе к первому. Хозяева соревнования. Какое место планируете занять? Конечно, победное. Стула? Да, из тула. Это любому мужчине, в принципе, важно заниматься спортом, потому что мужской вид спорта – самбо. Зюдо – это круто? Зюдо – это круто. Самбо еще круче. А чем? Самбо круче. Какие отличия – самбо от дзюдо, дзюдо от самбо? Ну, вообще идеология чуть-чуть разная, борьба чуть-чуть разная. Почему вы выбрали самбо? Не знаю, он как роднее, наверное. Роднее? Ну, да. А президент Владимир Путин занимается дзюдо? Ну, начинал том самбо. Пермский край. Далеко не летели? Сколько дорог заняла часов? Часов? 23 часа. Устали? Силы на соревнования остались? Да, остались, конечно. А вам здесь равны? Есть на этих соревнованиях? Слушай, еще раз. Самбо важна весовая категория? Весовая категория не важна, главное участие. Важно участие? Да. Ну, вы же всех поколотите здесь. Не я один. Ну, это основное оружие наших сотрудников. Потому что, будем так говорить, в городе применение оружия, сами понимаете, чревато. А сама защита – это один из способов устранить преступника. Расскажите, вот как часто в жизни полицейского нужно применять приемы самбо? Приходится ли колотить преступников? Правильно задерживать. Все же знают, что со своей права все умные стали, интересные, грамотные. Надо грамотно его задержать и потом уже объяснять его права. Ничего не поломать. Все верно. Ни разу не колотили ни одного преступника? Нет, сейчас по закону нельзя. Ну, вот с чего начинаются основы самбо? Покажите нам пару приемов, пожалуйста. Вам больно вот сейчас? Да. А вам его не жалко? Очень жалко. Я бы так понимаю, есть у вас броски, правильно, есть задержания. Что еще бывает? Болевые приемы. Вот болевые приемы. Покажите нам вот самый болевый прием, можете показать? Конечно. Болевый прием на колено, например, он стоит. Что я делаю, когда вот этот бросок? А, бросок. Ну, хватит. Что я сделала неправильно? Бросок щит в плечо со стойки. Вы неправильно подвернулись. Надо еще больше подвернуться, чтобы ваша спина. И на ногах немножко подвести. Вот сюда, да? Да, вот разворачивай. Нет, в ту сторону теперь разворачивайся. Ты должен, чтобы ноги поставить. Раз, два. И вот так вот. Вот, 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 вот. Молодец. Первого февраля во всех российских школах начнется запись в первый класс. По закону, в первую очередь, школы обязаны зачислить тех, кто живет на прикрепленной территории. В Рязани в этом году первый раз в первый класс пойдет около пяти с половиной тысяч детей. Большинство родителей уже выбрали школы и готовят пакеты документов. О порядке зачисления первоклассников в рязанские школы сегодня рассказали журналистам сотрудники управления образования. Уже третий год подряд в рязанских школах ведется электронная запись. Подать заявку можно в двух вариантах. Либо прийти в школу, где ребенка зарегистрируют по электронной очереди, либо через интернет. Подать заявку на портале госуслуг. Зарегистрировать ребенка можно не только в закрепленной школе, а сразу в нескольких. Приказ зачисления в первой классе по незакрепленной территории начинается с первого июля. Как только школа получает сведения о том, что этот ребенок зарегистрировался в электронном виде к ним в школу, сразу же будет направляться информация родителям о том, что родители могут прийти в школу и подтвердить свое желание попасть именно в данное образовательное учреждение. 1 февраля в 9.00 стартует официальная запись в первые классы школ города, которая продлится вплоть до 1 сентября. После регистрации на портале родители примерно в течение недели получат уведомление, где будет указано, когда и с каким пакетом документов приходить в школу. В числе документов – паспорт и оригинал свидетельства о рождении ребенка. Запись детей в первые классы начинается в 9 часов утра 1 февраля 2017 года. Это не значит, что только один день родители могут записать детей в школу. Это может быть продолжено и в течение лета, вплоть до начала нового учебного года. Уже с 1 июля родители смогут подать заявки в учебное заведение не по закрепленной территории. К этому времени будут определены вакантные места в школах. Узнать, сколько мест имеется в школах Рязани для первоклассников можно уже сейчас. Данная информация размещена на сайте управления образования города и на информационных стендах школ. Тех родителей, которые хотят попасть в школу не по закрепленной территории, потому что в любом случае документы будут и заявления рассматриваться только после 1 июля, в порядке очередности, который формируется в порядке этой очереди. То есть в зависимости от того, подали документы, естественно, задача школы – зачислить детей с учетом, в первую очередь, льгот, который имеют родители. Если детей, закрепленных к данной школе, больше, чем может вместить класс, то будет рассматриваться возможность формирования дополнительного класса, но в том случае, если школа не уйдет на вторую смену. Если нет, то по желанию родителей ребенка определяют в ближайшую школу. В настоящее время 16 школ города работают в две смены. Постепенно идет переход только на первую смену, потому как многие родители против такого режима, ведь дети во второй половине дня зачастую заняты в различных секциях. У природы нет плохой погоды, и всякая погода – благодать. Уверяют нас в одной известной песне. Между тем, есть немало людей, которые с этим утверждением никак не согласятся. Более того, станут рассказывать о том, что на любое изменение погоды хвост отваливается и голова болит. Между тем, ученые поставили сам факт существования метеозависимых людей под вопрос. В подробностях разбиралась Наталья Новикова. Но от сустава перед дождем болит голова в пасмурные дни. Да и вообще, на любое погодное явление найдется своя примета. Знакомые скажут, что вы метеозависимы. Наука скажет, что надо разобраться. Есть ли такое явление, как зависимость от погоды – не факт. Метеозависимость, а если проще, взаимосвязь, самочувствие и погода – благодатная тема. Ее признаки обнаруживают у себя многие. Почти на каждом уважающем себя портале о здоровье есть статья с названием «Как снизить свою зависимость от погоды». В комментариях по классике жанра появляется хотя бы один человек, утверждающий, что по его состоянию можно сверять прогноз гидромедцентра. Последний при этом, конечно, проигрывает в точности. И никогда нет тех, кто бы это утверждение опровергал. Врачи-эксперты в таких статьях рассказывают, что надо укреплять сосуды, что помогут прогулки, физическая активность, правильное питание и все то, что необходимо всем, вне зависимости от их реакции на погоду. Зима опять преподнесла холодный сюрприз нашему городу, и мы решили выяснить, как рязанцы реагируют на изменения погоды. Скажите, пожалуйста, а вы считаете себя медиазависимым человеком? Не знаю даже, не могу сказать. Ну, на погоду как-то реагируете? Никак не реагирую. А вот сейчас вот у нас холодно внезапно встало. Очень хорошо. Я очень люблю и мороз, и слякать, любую погоду люблю. Лишь бы скользкость под ногами не было. Нет. Нет. Реагирую, когда дождь с градом идет. Как реагируете? Ну, неприятность такая, поеживаясь. Да, давление. А как это проявляется? Ну, сразу начинает головная боль, в затылок бить, и сразу краснота глаз, и плохо делается. Лава кружится, слабость какая-нибудь бывает. Когда-нибудь считали себя медиазависимым человеком? Нет, никогда. А вот такие резкие перепады погоды, как на них реагируете? Никак, нормально. Ну, а настроение не портит? Нет. Все отлично. Да, приятно так. Неожиданно все. То солнышко, то дождик. Прям вот. Хорошо. А между тем, ученые так и не нашли четких доказательств существования метеозависимости. Бывает так, что у человека что-нибудь болит, когда погода, по его мнению, портится. Но вот четкой связи между погодными явлениями и самочувствием человека нет. Например, люди, страдающие артритом, говорят, что чувствуют более сильную боль в суставах при приближении дождя. Еще в 2015 году медики Европейского проекта по изучению остеоартритом собрали 810 человеку в возрасте 65-85 лет, которым был поставлен диагноз – остеоартрит. В течение года испытуемые сами оценивали силу боли в пораженных суставах и записывали свои оценки в специальный дневник. На протяжении этого же периода наблюдений авторы работы получали и данные о температуре воздуха, его влажности, скорости ветра, количестве осадков и атмосферном давлении с метеостанций городов, где жили испытуемые. Затем содержимое дневников участников сопоставили по дням с данными метеорологов. Оказалось, что, вопреки ощущениям пациентов, боли в их пораженных суставах при изменении погодных условий от одного дня к другому не усиливаются. Тем не менее, в холодные периоды, когда влажность воздуха была понижена, суставы у испытуемых болели несколько сильнее обычного. Но с резкими изменениями погоды это, опять же, не было никак связано. Подобные исследования также проводили с участием больных мигренью и страдающих от припадов давления. Выводы оказались примерно те же самые. Словом, ученые утверждают, что якобы метеозависимые люди просто делают ложные выводы о том, откуда берется недомогание. Ведь наш мозг – это очень сложная машина, а информацию, которая подтверждает наши взгляды, мы воспринимаем охотнее, чем ее опровержение. Вот и получается, что метеозависимые страдают от плохой погоды, а те, кто не задумывается, живут лучше. В общем, берегите себя, десетуйте на погоду и не болейте. На нашем телеканале вскоре выйдет новый проект, посвященный короткометражному кино и мультипликации. Режиссеры со всей страны будут представлять свои работы, а мы будем обсуждать их и показывать в эфирах. В Рязани тоже есть люди, которые занимаются созданием мультфильмов и кино. В следующем материале моя коллега Анна Герцовская расскажет об этом подробнее. В создании мультиков настолько трудоемкий процесс, что в советские времена по нормативам было положено тратить месяц на выполнение одной минуты мультфильма. Так что почти год уходил на создание 10-минутного анимационного шедевра. Вот сейчас мы делаем пособие по английскому языку. У нас там... Ну, мы две трети сделали, и на эти две трети у нас ушло полгода, что вот работают два аниматора, один художник и я. Технологии различные, но сейчас мультики в основном делают с помощью компьютера. Все начинается с идеи. Ее нужно записать или зарисовать. Затем делается раскадровка, то есть прорисовывается вся история в картинках. Иногда выполняется аниматик. Это наложение на определенный хронометраж картинок, чтобы понять, что нужно вырезать или добавить. Параллельно с этим моделлеры или художники разрабатывают фон и персонажей. 2D и 3D подготовка персонажа отличаются тем, что в 3D ты его делаешь сразу со всех сторон. Вот. А в 2D ты должен каждый ракурс сделать отдельно. То есть нужно персонаж со спины, персонаж с лица, персонаж в профиль. Если у него челка там на какую-то сторону, значит в профиль в одну сторону и в профиль в другую сторону. А также персонаж в три четверти спереди и со спины. Нина Абрамова – аниматор. Она руководит одной из компаний по производству мультипликационных пособий для детей школьного и дошкольного возраста. Ее команда работает в Рязани, а выпускают они мультики для детей в любом уголке страны. Это не просто мультфильмы, это мультфильмы, которые могут детям чем-то помочь. Вот. И, соответственно, от меня зависит, как они это увидят, как они это примут. То есть мое преподавание детям происходит через эти мультфильмы. В каждом выпуске заложена определенная мораль. И даже если аниматоры работают по заказанному сценарию, то они стремятся добавить в мультик еще больше полезного позитива, который замотивирует детей стать лучше. Например, в одном из мультиков вместо ребенка, который может засунуть пальцы в розетку, выступает кот, которого в итоге дети и спасли от удара током. Есть и другие полезные выпуски. Юные спасатели – это для детишек младшей школы о том, как себя вести в экстремальной ситуации. То есть от того, как, если за тобой погнался на улице какой-то плохой человек, до того, что делать, если тебя укусила пчела. То есть как вести там себя при пожаре, если там водопровод не работает. И, ну, как бы там не то, что ты сам устраняешь. То есть говорится, что первым делом позвонить родителям. Сами аниматоры говорят, что одни из любимых мультиков у них – это те, в которых нет внешнего врага, например, Змея Горыныча. Но есть внутренние проблемы, которые герои успешно решают с помощью друг друга, как в Смешариках. На этом у меня все. Прощаюсь с вами до следующих выпусков. Хорошего завершения дня. Редактор субтитров А.Семкин